Сегодня мы продолжаем рассматривать фигуры ужасного. Мы уже достаточно много говорили о философии двойника и о том, как фигура двойника связана с ядром сердцевины ужасного, как эстетической категории. Сегодня мне бы хотелось начать разговор о ужасном с изложения очень краткого верного основ взгляда на эту эстетическую категорию видного французского семиотика, цвета Матодорова. Он болгарского происхождения, хотя большую часть жизни он провел в операции, выдающийся исследователь, как видите, недавно совсем скончался, относительно новая мысль, современная она. Правда, в своих изысканиях он будет именовать это фантастическим, но его фантастическое примерно равно тому, что мы именуем ужасным. Это вторжение, инопытие, чего-то неопределенного, что мы не можем понять, что это такое происходит, что вызывает, как он говорит, интеллектуальную неуверенность. То, что нарушает привычный порядок вещей. Все эти определения, описывающие Тодоровское фантастическое, они отлично могут быть прочитаны в русле нашего ужасного. На русском языке сейчас можно, наверное, купить только его книгу «Триумф художника», она переведена, это последняя его работа. А введение фантастическую литературу, это только если в «Букинисте», если повезет, ну или скачать и читать его, или взаимодействовать. Книжка того стоит. Но, тем не менее, несмотря на то, что он действительно очень видный мыслитель, и он приводит целую уйму примеров, подтверждая свои концепции, я приведу его как раз в теорию не для того, чтобы мы ей пользовались, а для того, чтобы показать определенные промахи. Что по Тодору является основным качеством фантастического-жуткого? То, что оно не может длиться долго. С одной стороны, когда мы читаем какое-то произведение искусства, или роман, или пьесу смотрим, или смотрим фильм, то, когда мы попадаем в зону интеллектуальной неопределенности, она в итоге должна разрешиться, то есть, ну, допустим, окажется, что это была галлюцинация героя, или вовсе окажется, что герой, которого нам экспонировали, чьими глазами мы видели ситуацию, он безумен, предположим. Все разрешается. Это может разрешиться банально на уровне шутки, это может разрешиться на уровне необычных обстоятельств. То есть, то, что оказалось мистикой, оказалось не более, чем, ну, неким стечением обстоятельств, случайным совпадением, которое, в общем-то, в конце произведения искусства разрешается. Это один, вывод, один исход из интеллектуальной неопределенности Подорова. Другой исход Подоров предлагает следующий. Интеллектуальная неопределенность разрешается в попадание в мифическую ситуацию. Под миф в самом широком понимании этого слова. Когда наша реальность с ее законами подменяется на другую реальность. То есть, оказывается, что мы долго там думали, что это, там, чьи-то проделки, это преступник какой-то. В итоге, оказывается, что, допустим, в киноленте задействованы внеземные какие-то темные силы. Все, мы попадаем в другую реальность, где действуют другие законы. То есть, там это возможно, возможно, лоборы, не вампиры, лобло и так далее до бесконечности. Но, так или иначе, ситуация интеллектуальной неопределенности должна разрешиться в одну или в другую сторону. Так считает Тодор. И, кстати, приводит огромное количество примеров из литературы, подтверждающих свое мнение. Но, именно в этом моменте, в моменте того, что жуткое и же фантастическое не может длиться долго, я считаю, что он допускает достаточно серьезную ошибку. И, в общем-то, его примеры весьма специфические как раз это иллюстрируют. То есть, они избирательны. Напомню, с чего мы начинали. Жуткое или ужасное отличается от трагического как раз тем, что в трагическом предполагается возможность позитивного исхода. То есть, разрешение этой самой ситуации. А в ужасном нет. Ужасное – это тайна. Я сравнивал трагическое с ситуацией христианского чистилища, где страдание есть, но оно прекратится. А в ужасной ситуации – ада, где оно есть, но оно не прекратится никогда. И сам факт безысходности и составляет ключевую разницу между трагическим и ужасным. или жутким. Для кого? По Додорову как раз ужасное, которого он именует фантастическим, то есть нечто вторгающееся, инородное, должно обязательно разрешиться. То есть, длиться долго, а то как раз не может. И я уже приматирую эту цитату из Юнга. Она, на мой взгляд, является одной из ключевых вообще-то для понимания жуткого как такового. Юнг писал о том, что зрелость психическая человека определяется тем, насколько много он может выдерживать неопределенности. Юнг, даже более того, в концерт своей жизни он конкретизировал. Он говорил, что он живет на самом дне ада. Вот оно. Не забивание от каких-то внешних непонятных ситуаций, не попытка их заткнуть первым пришедшим в голову ответом, а попытка выдерживать все напряжение их неопределенности. То есть, это удерживание возможно. А с критикой на концепцию Додорова выходит и Младен Дола, выдающийся исследователь, который приезжал не так давно в Москву, которому мне даже удалось задать вопросы по нашей теме, так как он занимался проблемой двойничества в том числе. Еще в 90-е годы Доллар предлагает следующую критику концепции Додорова. Доллар говорит следующее, что интеллектуальная неуверенность свойственна большому числу жанров, которые никаким образом не связаны с эстетикой ужасной. Ну, например, в неинтеллектуальной неуверенности основаны, в принципе, детектив как жанр. Более того, мы знаем огромное количество детективов, так или иначе, связанных с комическим. То есть они не вызывают никакого эффекта жуткого, абсолютно. То есть у них нет ровно нисколько, даже некого засканца, ощущения вот этого напряжения. И тем не менее, все детективы основаны на том, что нам неизвестна личность преступника, причем зачастую это может быть даже не убийца, это может быть все значительно скромнее, но и в итоге это все разрешается. То есть по логике детектив демонстрирует идеальный, эталонный пример того, что описывает Тодоров, и при этом никаким образом не является жутким. Ну, есть куча аналогичных интриг даже в комедиях, когда мы не знаем, чем все разрешится, это держит нас в определенное наше внимание, поддерживает, но в этом нет никакого эффекта, не только жуткого, но даже фантастического, как сниженного градуса относительно жуткого. С другой стороны, есть огромное количество действительно жутких произведений искусства, которые могут являться едва ли невизитной карточкой жуткого, как эстетической категории, и тем не менее, они вообще не играют с интеллектуальной уверенностью, никак. Ну, допустим, к таким работам можно отнести огромный блок произведений того же Стивена Кинга, начиная там от «Кладбища домашних животных» и заканчивая его этим толстенным романом «Анвард». И там и там мы сразу же попадаем в мир, который Тодоров бы отнес к миру эфическому, но от того, что мы сразу понимаем, что мы имеем дело с миром эфическим, эти произведения жуткими не перестают быть. Ну, мало вероятно, что вы до конца произведения сомневаетесь, а что, а может быть правда, если вы отнесёте покойника на индейское кладбище, да, то он завтра воскреснет. Как-то малоубедительно, что вы можете в это поверить. То есть мы сразу же понимаем, что речь идёт о нарратире иномирного, который описывает иноль по отношению к нам мир, мир, придуманный автором, и тем не менее, это ни в коей мере не сбавляет градус того ужаса, который это произведение может вызывать, как в случае с подлинником, так и в случае с его экранизацией известной. То же самое можно сказать и о романе, и о экранизации, но в данном случае полная, она единственная на этой теме. Фильм – оно. Потому что кинофильм – это пока что только кусочек от себя. В данном случае, на мой взгляд, жуткая там не представлена ни в коей, как категория эстетическая. Но забавная детская тема. А вот что касательно как раз телефильма, то жуткая, как эстетическая категория, там представлена блистательно. Так вот, почему так происходит? Почему эти произведения искусства, ну в данном случае два конкретных названных только что, но в качестве примера из творчества с ними наказал, почему они могут поддерживать у нас состояние вот этого напряжения, когда интеллектуальные неуверенности там ноль, мы сразу же понимаем нарратив, его законы, и дальше всё движется уже только по нему. Напомню, что, в общем-то, там происходит. В первой киноленте или в книге, в общем-то, не так уж сильно друг от друга отличаются, в «Кладбище домашних животных» речь идёт о блистательно решённом рассказании, метафоре того прошлого, которое отмерло, и которое человек пытается воскресить. То есть то прошлое, которое ушло при попытке его воскресить, не просто возрождается в качестве ужасающего, оно ещё может уничтожиться. То есть получается, что здесь речь идёт, это кинолента, как и это произведение литературное, они пугают нас не тем, что там нам рассказываются страшные сказки, нет, они пугают тем, что являются отсылкой к вполне реальному страху, к тому страху, который у нас есть. они лишь нанекают над наш страх перед утратой, перед тем, что время неумолимо, и всё, что уходит, если оно действительно можно, если мы будем пытаться это вернуть, это просто разрешится некой катастрофой, которая может нас просто стереть с ним за землю. и в данном случае нас пугает наш страх. Фильм лишь создаёт некую ситуацию, в которой мы можем экстериализировать наш страх, который в нас же был самих. а нарратив, в общем-то, имеет там, ну, самое десятое место. Важно. Попадает это в точку нашего страха, то есть страха, которым будет наделено высшинство субъектов современного нам общества, или не попадает. И если это попадает, это работает. То же самое можно сказать и в случае с романом Оно, и с его экранизацией, уж коль скоро у нас речь идёт, прежде всего, о кино. Но, совершенно блистательная, на мой взгляд, опять же, аллегория, где Оно, ну, просто, настолько прозрачный намёк на Фрейгерскаид, да, который так же переводится как Оно, то есть, ну, прозрачнее уже не было. И речь идёт о том ужасе, который действительно есть в нас. И напомню, что все эти персонажи, они же, все эти дети, которые контактировали с этим Оно, они очень многого достигли в жизни. Они все были выдающимися людьми. Почему? Потому что мир был контактный сознатель. И они могли создавать что-то, что будет важно не только для них, а для всех людей. Но этот контакт, он обоюдоострым ножом является. То есть, речь идёт, одно дело, когда этот контакт так или иначе нами контейнирован, что в течение всего фильма и происходит, всей книги, попытка контейнировать этот Оно. А другое дело, когда это контейнирование не удаётся, и я человека просто растворяется в бону психотических персонажей. То есть, это очень глубокое, на самом деле, произведение. Я не очень люблю этого актора. Я бы даже сказал, что я его, в общем-то, не считаю каким-то выдающимся человеком, но очень многие вещи у него оказываются, может быть, случайно, но интуитивно, настолько точно попадают в какие-то реалии нашего времени, что, в общем-то, не считаться с ним нельзя. Поэтому оба этих произведения ужасают нас не страшным клоуном, не восставшими мертвецами, которые непонятно, к чему их относить, то ли к зобби категории, «Снегучие складыща домашних животных», ну, а вроде не совсем зобби, не что-то другое. Оба этих произведения, в качестве примера, пугают нас лишь тем, что выдвигают на передний план тот страх, который у нас и так есть. До этих произведений мы его просто не ощущали. А когда мы его не ощущаем, он нам полностью уговорит. Вот в чём, по большому счёту, польза, которую могут внести в себе хоррор, он экстериализирует наш страх. У него нет никакого своего страха. По большому счёту, человека можно напугать двумя способами. Примитивным, тем, которые пользуются современные некачественные хоррор. Буэффектом. Это просто естественная реакция, когда, если что-то появляется, человек отпрыгивает. Абсолютно нормально. Вполне закономерно. Но, в общем-то, приём этот примитивный, и никакого заспенца он, естественно, не создаёт. Сработало всё, больше не сработает. В случае же с страхом, который несут в себе глубокие хорроры, это тот страх, который в нас был и так. Это та тревога, которую до просмотра киноленты или чтения книги мы не ощущали, а, значит, были полностью в её плену. Согласно локалу, тревогу мы как раз не ощущали. Именно поэтому и причиняемся. Если здесь эта тревога экстериализуется, она приобретает некую структуру, пускай и мифическую, некую форму, в которой она воплощена, то с этим страхом уже как-то можно взаимодействовать. Можно с ним работать, а, значит, можно его контролировать. Как и в случае с романом «оно», где в итоге это всё-таки происходит. Где это «оно» разрывается, убивается, фигура этого паука, и таким образом происходит вот это контролирование. То есть «я» остаётся, оно исчезает. Но оно исчезает не в качестве того вытесненного, то, что в канализацию куда-то спускается, а в качестве того, что было принято и отражено более крепко сформированной структурой их игр просто. Вот в чём-то. Так что, как мне кажется, концепция Тодорова, при всей её основательности, у него, если вы обратитесь к его книге, колоссальное количество убедительных примеров того, где это работает, его идея. Тем не менее, если говорить именно не о фантастическом, он не случайно здесь выбирает это слово, он шире берёт, чем жуткое. Тогда работает. Но если мы попадаем в сердцевину фантастического, в жуткое, то оно оказывается несостоятельное. То есть оно жуткое работает по другой причине, по которой работает фантастическое. Хотя внешне все признаки те же самые вторжения, инобытия, мы не знаем, с чем имеем дело и так далее. Но механизм работы несколько иной. И как вы помните, из прошлых лекций мы пришли к выводу, что сердцевиной этого самого инобытия жуткого является фигура двойника. По уже понятной причине. Мы боимся того, что у нас же есть. А что есть в нас, того, чему мы не знаем. Но по большому счёту и есть двойник. Некий наш дубликат, который может мыслить по-другому. И я ввёл некую систематизацию этих самых двойников. Сегодня мы их рассмотрим на примерах из кинематографа, каждую из этих версий. У меня получилась вот такая схема. То есть четыре возможных варианта двойника. На самом деле там будут внутри как бы полы. Группы, некие оттенки их. Одна колонка – это внешность, насколько точно, копийно нам соотносится эта фигура двойника. А другая колонка – это, соответственно, его поведение, и я бы сказал не только поведение, но и мотивация. Ибо поведение может быть одинаковое, а мотивация разная. А на этом фильме ещё остановимся. В 55-м году был такой снят в киноленте как «Вторжение похитителей тел». Но поведение там похоже, а мотивация совсем другая. И начнём, собственно, с первого типа двойника, когда одинаковой является и внешность, и одинаковое поведение. Как правило, такие двойники появляются не в сочинениях, которые мы могли отнести к жуткому. Чаще всего это фантастика, либо вовсе сказки, либо фантастика. И фантастика очень часто сопряжённая с путешествиями во времени. Ну, примеров тут можно много привести. Если примеры из сказки, то это тот же «Моговик времени» из «Узника Аскабана», где герои видят сами же себя, и они делают то же самое. То есть двойничество наличествует, но оно не пугает по той простой причине, что это тот же самый герой с абсолютно такой же мотивацией. Более того, здесь вся прелесть ещё в том, что как раз тот, от чьего лица происходит повествование, в общем-то, этим временем не управляет. Это, в общем-то, жутко ровно ноги. Всё под контроль. Есть, когда чуть менее под контрольное. Это примеры из «Назад в будущее» два. Тоже. А «Путешествия во времени», то есть «Жуткого» тоже ровно ноль, но контакты там, причём это сделано ещё и на уровне повторения, на уровне рода. Чуть ближе к двойнику. Когда «Сын» дождец принимался. Но это может быть решено и достаточно страшно. Когда ввиду копийности «Я», даже если это «Я» абсолютно такое же внешнее, и по тому, что оно делает, само наше существование оказывается под сомнением его необходимости. То есть этих «Я» огромное количество, и, в общем-то, сколько их не убивай, ну, бьют нас, да ещё будет куча таких же. Это представлено уже немножко пострашнее в франшизе «Обитие зла», начиная с третьей и далее, проекта Элис. «Глога Элис» в исполнении Милы Иоанновича, где растворение его множественности, мы не знаем вообще, сколько раз это героин на самом деле убивали. Ну, может быть, это уже сотая подмена, да, и ничего не происходит, всё равно гломы работают. Она абсолютно такая же будет, с той же памятью, с той же мотивацией, но вот это уже страшновато. То есть, если мы поставим себя на место, да, персонажа, это будет уже немножко страшновато. Такие примеры тоже есть в кино, это не единственные. Ну, может быть, наиболее такой наглядный. Ну, собственно, основной тип двойника, с которым двойник чаще всего ассоциируется, это второй тип. Доппель Ганге, которого мы с вами разбирали на примере знаменитой киноленты «Кражский студент». Вот это идеальная форма двойника как такового. Внешне он абсолютно такой же, здесь его играет и того, и другого, один и тот же актёр, Пауэль Бэггена, тогда это ещё относительно сложно делалось, 1913 год, на киноленты. И речь идёт о том, что внешне они идентичны, много поведений и мотиваций к цели совершенно отличаются. Двойник изо всех сил пытается испортить жизнь Бальдуину, пражскому студенту, а вообще-то этот двойник является выжидшим и обрёдшим в самопытии его отражением. Вот, как бы, это классическая форма двойника как такового. Есть подобные примеры и в современном видеоматографии. У Шона Элиса не так давно выходила картина «Отражение», не бог весть какой фильм, но здесь вся прелесть в том, что если в случае с Бальдуином мы точно знаем, кто оригинал, а кто отражение, кто двойник, там никогда не ставилось под сомнение, чтобы мы не узнавали, кто это, кто из них кто. Потому что двойник всегда появляется как некая инфермальная, грозная такая фигура, изрушающая счастье Бальдуина, то есть они никогда не подменялись. Это как раз, можно сказать, что отчасти недочёт этого фильма, потому что это бы страха, усилило ощущение страха. В этом же фильме вся прелесть в том, что поначалу мы видим абсолютно такую же фигуру, ну, немножко сдобренную в аллюзии именно «Отражение похитителей тел», ибо эти двойники тут умножатся в диаметрической прогрессии, но вся прелесть в том, что героиня никак не может понять, почему вот эти двойники, убивающие своих оригиналов, двойниками, о которых они говорили, почему они её не трогают? Ну, в итоге оказывается всё просто, потому что она и является двойником. Когда она это понимает, он убивает тоже своего, то подлинник изначальный, да, который убил, и всё становится на круге своём, всё становится хорошо. Везде раскладывают и не страшные двойники. Здесь как раз ставится под сомнение сам факт, то что мы, видящие двойника, являемся оригиналами. Мы можем как раз оказаться двойником. И это как раз страшно, это обыгрывается, то есть наш страх оказаться опией. И я вам показывал, как это на самом деле сложилось, то, что вообще фигура двойника стала пугать, потому что человек, изначально веривший в бессмертие души, защищался посредством души от смерти. Душа копирует человека. Но постепенно, когда эта вера всё менее и менее становится стабильной, двойничество души отыгрывается в обратную сторону. Душа становится подлинником, а мы копируем злым другом. На мой взгляд, у этого типа двойника есть большое количество вариантов оттенков, которые обыгрываются в разных кинолентах по-разному, и на нескольких из них я остановлюсь. Прежде всего, чтобы показать вам какие-то классические веки в истории хоррора кинематографа. На истории хоррора я остановлюсь на последней лекции, я пробегусь по тому, на чём держались основания причисления того или иного фильма к этому же анаму. По, так скажем, неким историческим периодам. А сегодня просто покажу некоторые фильмы, связанные с темой двойничества. Договор. Одна из известнейших кинолент на эту тему – это дебютная работа Марио Баба, выдающегося кинорежиссёра 20 века, «Маска сатаны». Фильм 60-го года. Ну, здесь Барбара Стилл играет тоже и, так скажем, позитивную героиню, и её мрачного двойника, но здесь есть одно существенное отличие. Аза Вайда жила на 200 лет раньше. Действие происходит, судя по всему, где-то в 18-19 веке. Это ведьма, которая жила значительно раньше, но вот в чём интерес этой киноленты. И Катя, и Аза находятся в раздверованном. То есть они в раздверованном. Здесь происходит нечто близкое к двойничеству в портрете Дориана Грей. По стечению обстоятельств, по некой ошибке, труп ведьмы с него был смещён крест, который защищал его от того, чтобы она могла воскреснуть. И по мере того, как эта ведьма воскресает уже во время нарратива, то есть в 18-19 веке, девушка, тождественная ей по внешности, угасает. Здесь нету старения процесса, как на портрете. Но вся прелесть этой киноленты в том, что изначально эти персонажи внешне различны. Не потому, что их играют разные актёры. Там и там Барбара Стилл. Но ведьма обезображена. Она обезображена, потому что её постигла ужасающая смерть. Кстати, эта ситуация, эта картина, этот кадр, он действительно очень сильно пугающий. То есть её убивают маской сатаны. Это металлическая маска с шипами внутри. Ей приставляют к лицу и наносят ударного там. Соответственно, ведьма изначально с пробитым лицом. И мы можем её легко отличить от картины. Но постепенно они становятся неразличными. И вот тогда и начинает работать двойничество как таковое. В этом смысле фильм вносит существенные коллективы в двойничество. Во-первых, это разные поколения. Во-вторых, они связаны с родством. А помните, я уже говорил, что возрождение сына как отца и так далее, это тоже одна из причин появления страна двойника. Когда сын становился в опере и отца. Он начинал ту же функцию выполнять в семье и так далее. И здесь, получается, мы имеем дело с вот этим аторизмом, с неким ушедшим в прошлое, но не совсем украшим страхом, когда некая её предшественница возрождается в ней. В полном смысле этого слова. Навязывая ей свою волю. Блистательно это всё сыграно, блистательно поставлено, несмотря на то, что это первая картина Марио Бава, она уже является для жанра форрора одной из классических 60-х годов фильма. Здесь как раз навряд ли вы найдёте хоть один буй эффект, здесь и в этом смысле ничего страшного. Но эстетизация разрушения, определённое состояние грядущей катастрофы – это решено совершенно блистательно. При том, что фильм разрешается хэппи-эндом, хэппи-энды у Бавы ни с коей мере не снижают то напряжение, которое в фильме будет накоплено. Это, конечно, им удаётся мастерски сделать. Я вообще сказал, несмотря на то, что фильмы Марио Бавы делались на коленке, в полном смысле этого слова, то есть это всё делалось в самом страшном случае за месяц, от момента написания сценария до момента сдачи киноплёнки в кинотеатрах. Но сейчас мы знаем, сколько много проходит времени элементарно от того уже, когда фильм отснят, прежде чем его начнут показывать, тогда это всё делалось совсем по-другому. А самое главное, это в полном смысле слова, именно фильмы Марио Бавы могут читаться авторским кино. То есть там всё делалось в Марио Баве. Абсолютно. То есть он контролировал от и то. Всё. И, соответственно, его фильмы, они, конечно, очень отличаются, их легко узнать. Не случайно выдающиеся режиссёры многие, в том числе Тарковский, очень высоко отзывали в его творчестве. О том, что он на них оказал определённое влияние, воздействие. Другая кинотеатра Бава демонстрирует иную ипостась двойника, ипостась, возможно, более страшную, и та, которая оказала просто колоссальное влияние на становление кинематографа ужасов. Это фильм «Ужас в космосе». Возможно, первый фильм, который формирует всю ту космическую эстетику, которую вы будете знать по фильмам вплоть до Прометерия, предлеского. Вплоть до современного кино это оказывает влияние. Отследить, что на этот фильм оказало влияние, почти невозможно. А вот отследить цепочку от него, а всё остальное, можно разветвлённейшую сеть сделать. В чём прелесть двойничества в этой кинематографе? Собственно, двойников, как удвоения персонажа, здесь нет. Но здесь есть нечто более страшное. Здесь есть подмема сознания в самом человеке. Нарратив, в общем-то, этой истории следующий. Группа исследователей попадает на планету, с которой они получили сигнал бедствия, на которой они никого не обнаруживают. Потому что враг, который скрывается на этой планете, он не имеет телесной ролочки. Он занимает чужую телесную ролочку. И поэтому здесь ужас перед тем, когда мы видим реально такого же внешнего человека, но который обладает уже противоположной волей. В этом он дождественен второму типу волейника. Внешне такой же, воля другая. Хотя физически это тело того же самого человека. То есть неопределённость здесь всегда в том, что мы не знаем, кто перед нами. Лицо то же самое, определить никак нельзя. Это тот же самый человек или другой, но воля его может быть уже совершенно другая. Так как воспоминания все сохранены, никаким образом проверить тот или человека или другой нельзя. Этот фильм оказал колоссальное воздействие, в том числе на киноленту «Чужой», но чисто по эстетике просто. И про тот же «Стартрек» можно с десяток фильмов сразу же перечислить. И если, когда вышел «Чужой», который, конечно, стянут откуда только было возможно, и у Гроненберга, мне как винтесенция Гроненберга с Марио Бабой, среди них получился «Чужой». Это значит, что фильм не похож. Это значит, что он не оригинален. Фильм-то как раз очень сильный. Он тоже пугает как раз не фигурой страшного ксеноморфа с чередиками, а пугает тем, что мы имеем дело просто столкновения с нашим страхом и преодолением его. Вот чем он реалистичен. Здесь просто страх представлен персонифицированным образом, вот и все. И именно поэтому этот фильм действует до сих пор, хотя, конечно, спецэффекты там по тем временам роскошные, но сейчас могли быть. Ты сейчас. Но когда Ридли Скотт отказывался всеми возможными способами о том, что он знал киноленту Марио Баба, когда снимал «Чужого», то, в общем-то, когда он снимал «Прометея», только что, он уже никак не мог не посмотреть тот фильм, с которым его сравнивали все. А это значит, что на «Прометея» он, по крайней мере, оказал гарантированное влияние, а точно через Ридли Скотта. То есть там могло быть влияние на сценарист, на оператора, на специалиста по эффектам, по костюмам и так далее. Хотя я думаю, что он, конечно, видел. Что это просто байки. Такими же байками очень много кто пытается кормить. Тот же Младен Далак, когда приезжал, ему задали вопрос, почему он, написав книгу на абсолютно дождественную, схожую тему с Жаном Люком Манси, ссылается на Манси один раз, и не как на автора, а как на книгу, из которой он дает цитату на другую книгу. На книгу Рамбара. Он на это ответил так же, как и Ридли Скотт, что когда он написал свою книгу, эта книга еще не вышла, но на самом деле это не так. Книга Манси вышла на один год раньше, чем первый вариант книги о голосе Далара. Но самой известной книгой, книга о голосе Далара, стала на лет шесть позже, чем вышла книга Манси. То есть, когда он делает докторизованный английский перевод своей книги, он мог спокойно отреагировать и отмежеваться, или наоборот, солидаризироваться с Манси. Но этого сознательно не делали. То есть, фигура Манси там умолчивается. Отдельная тема, кстати, шикарная тема для исследований, журналистских в том числе, фигура умолчания. Что умолчивается в неком тексте? Не что в нем говорится, а что в нем умолчивается. На что сознательно или бессознательно не делаются сроки. Это, на самом деле, очень интересная тема, очень, мне кажется, далеко идущая, которую можно не только потом защитить как кандидатскую, но и сделать и докторской, и, возможно, даже перерослую в некое фундаментальное наготовное исследование. Потому что такого очень много. И это тоже отчасти двойничество. Ведь умолчивается то, что сходно. Почему этот фильм имел такой мощный резонанс? Я думаю, что дело в том, что после Второй мировой войны в русле рейдо-марксистской критики появляется осознание того, каким метаморфозом подвержен человек, подчиненный голосу другого. Ведь люди, которые никаким образом не верили в нацистскую пропаганду, которые оказывались на этих площадях, где обещал свою волю фюрер, поддавались очарованию этого. Понимаете? И тот же Жан-Люк Нанси как раз вот в этой своей книге, о которой я только что ссылался, говорит о том, что вообще фигура слушающего является местом резонанса голоса. То есть он не изводит с уровня субъекта до места резонанса голоса говорящих. И здесь мы имеем абсолютно такую ситуацию, когда тот, кто попадает в нас, тот, чьего голоса мы слушаемся, он может даже не иметь никакой телесной оборочки. Да это может быть миф о коммунизме и национал-социализме, и тем не менее это то, что подчиняет себе эти тела и заставляет функционировать по некой другим правилам. Внешность не меняется, но меняется личность носителя. На самом деле, опять же, здесь работает не только страх людей, только что прошедших войну, когда они видели, как может поменяться человек и до чего он может дойти, следуя этому голосу. Но здесь страх держится еще и на том, что на самом деле все люди меняются. Человек постоянно занимается тем, что Деррида называл самоприсвоением. Одно дело, что мы по паспорту те же самые, но это не значит, что мы те же самые ежедневно. И где та мера наших отличий, когда мы можем сказать, что это уже не тот же самый человек? Отлично вы знаете такой исторический пример, как Анри Беттен, герой Первой мировой войны, выдающийся военачальник, который опозорился, как глава правительства решим. Человек, который перечеркнул практически все свои достижения. На схожие ситуации, в разном возрасте, он реагирует прямо в противоположную войну. В одном случае, в качестве решительного противостояния, в другом случае коллаборационистской политикой. И такого может быть миллион таких примеров. Когда мы с человеком договариваемся о чём-то, в следующий день оказывается, что как будто ты с другим человеком договариваешься. Это вообще неумно. И человек, на самом деле, действительно может по взглядам, по своим убеждениям, по своему отношению, настолько сильно поменяться, что можем ли мы на полном основании говорить, что это тот же самый человек? Что мы тогда считаем человеком? Его документы мы их подделать можем. Уверен, что это те же самые документы. Знаете, мы ещё и меняем, там, раз в сколько-то лет паспорт, новый будет. Но, что является человеческим как таковым, вот что ужасает здесь. И эта неопределённость не может быть решена. То есть, вы никогда не можете быть уверены, что завтра вы не станете совершенно другим человеком. И вы не можете быть уверены, что ваши близкие, на чью поддержку вы рассчитываете, а завтра они станут совершенно другими людьми, от которых вам придётся бежать. Вот в чём дело. И это та неуверенность, которая не может быть разрешена. Маловение волшебной палочки, как по оттуда нам. Вот что пугает. И одна из известнейших кинолент на эту тему, это первая версия вторжения похитителей тел, Дона Зигела. Много раз переэкранизировалась, кинолента переснималась. На мой взгляд, самый лучший вариант это всё-таки первый фильм. Вообще, в 50-60-е годы могли снимать нормальное полноветражное кино с большим развернутым нарративом, с огромным количеством сцен, умещая его в час. 60 минут. Сейчас двухчасовые франшизы хлебаются по 5-6-7, и в них целиком, зачастую, элементарно на уровне нарратива, информации меньше, чем было тогда. То есть время замедляется. То, что нам выдают за экшн, за действие, действие там ровно ноль. От того, что все быстро-быстро бегают, не значит, что происходит что. Вот. Знаете такое ругательное слово, как волкулка? Знаете, откуда оно происходит? Так. Была совершенно генеральная сатира на большую французскую оперу. Это называлась «Волкулка царица африканская». Пародировалась, судя по всему, африканка Мейеннера. Странно, почему именно она, ибо это как раз достаточно удачная опера, как таковая, но не суть важна. К нам и была сцена, когда пародировалось действие в опере. Когда ансамбль поют, мы бежим, 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 и стоят неподвижно. Вот. Современный экшн мне напоминает всегда вот эту сцену из «Волкулки». То есть, когда очень быстро происходит какое-то якобы действие, камера при этом стоит на мертва, или там, в современных фильмах, я знаю, в принципе, эффект у оператора всегда один и тот же. это наезд с общего плана на крупный план, а справа сверху. Как будто все остальные сотни вариантов решения движения камеры, их вообще про них забыли. Либо камера просто движется за персонажами, либо вот такой эффектный наезд дается. Ну, и речь идет о фильмах, которые только что выходят. и это пытаются выдать за некое активное добавление действия в них. Переснятая, перезапущенная франшиза, а хищники только что. Классический пример трэша. Туда же относимы эти преступления Грин де Вальде, где-то тоже именно этот же самый прием, да, наезд справа-сверху, но в лучшем случае в обратную сторону. Сначала грубим, потом все вот так. Да посмотрите любую киноленту Дарью Арджента, как камера должна двигаться. В принципе, как она, что она может сделать, само движение камеры. Даже в телефильмах, где он элементарно продюсером был, это не значит, что он не вмешивался вовсю. Просто, понимаете, само присутствие этой фигуры уже заставляет функционировать все по-другому. И когда мы видим, допустим, автобус, заброшенная автобусная станция, рассказываю одну из серий его продюсируемой телефильма «Дверь в темноту». Заброшенная автобусная станция, девушка, попавшая туда, и преступник-убийца, который там же находится. Мы видим, как она ходит, и в один прекрасный момент мы видим, так как камера очень низко находится, как она проходит мимо автобусных колес, и там ноги с обратной стороны. И сначала они двигались в противоположный порядок, потом ноги поворачиваются и идут за ними. И это сделано только камерой. То есть камера чуть-чуть была бы выше, мы бы ничего не заметили. Если бы показывали за окнами фигуру убийцы, это было бы очень скверно. Это было бы банально. Именно ноги, разворачивающиеся, как доппельгангер, идущие по следу. Совершенно потрясающие. Мелкий штрих, но который создаёт колоссальное психологическое напряжение. То есть это дешёвый фильм. Там не нужно было на это сотни миллионов долларов, чтобы это снять. Нужно просто включить мозг в хантазию свою, и запустить вот эти механизмы, которые работают, которые будут работать на каждом. Потому что они обращаются к некому архетипическому страху, как таковому. Поэтому я предпочитаю всегда смотреть фильмы в оригинальной их версии, то есть самые ранние образцы воплощения. И их же буду вам показывать. Вторжение похитителей тел в этом смысле очень показательно, потому что оно обращается, на самом деле, к иному страху, чем тот страх, который демонстрировал нам ужас в космосе благ. Это страх перед дегуманизацией. Я нашёл один из немногих кадров в этом фильме, где двойник наличествует в кадре. Это одинаковые актёры, один и тот же персонаж. Это выросший из плона космического копия двойник. А это, собственно, оригинал. И что в этом фильме очень интересно? Обыгрывается обмен сознанием с двойником через сон. То есть сначала двойник благополучно растёт из плода, когда он достигает определённых размеров, он полностью сложился во фигуру двойника, остаётся только один маленький штрих. Оригинал должен заснуть. Как только он заснёт, вся его память будет похищена двойником, все манеры, поведение и так далее, но он будет уже наделён нормами иными целями и задачами. То есть захват всей планеты с целью внедрения уже в свои асы. Опять же, судя по всему, бестелесные, ибо они пользуются телами взаимоснованными. Правда. Что делаются с оригинальными телами, в фильме не показывается. Но, судя по всему, их уничтожают каким-то образом. Правда. И этот фильм действительно блистательно демонстрирует критерию дегуманизации, которая видала в воздухе после Второй мировой войны. Но, в общем-то, наверное, не нужно быть особым специалистом по Второй мировой, чтобы знать не только то, что делали нацисты, те разработки биооружия, те эксперименты на людях, которые делались на немецких концентрационных лагерях. Это, в общем-то, на самом деле, еще и не самое страшное. Самое страшное – то, что делалось в банджури, в японских концентрационных лагерях. Самое забавное, что после войны большинство этих людей оправдали, которые сотнями вживую препарировали людей, которые убивали младенцев, да, просто… Кстати, оттуда, например, известная информация, почему в человеке около восьмидесяти процентов лагеря. Человек просто высушивает, в живую очередь. И взвешивает до и после. Оказалось, что после того, как из него всю углу будет в порядке, он весит примерно 20% от того, сколько весил назначение. Ну, и этим людям ничего не было. Эти люди стали главами кафедры престижного министерства. То есть США здесь выступила в качестве оперета, да, той страны, которая защищала этих людей, потому что просто им это было выгодно. Естественно, в русле оборудования всей этой информации остается вопрос о том, а что, где предел человечества? Когда мы можем считать этого человека еще человеком, а когда уже не можем? И страх перед вот этой ужасающей дегуманизацией, конечно, отражается в подобных кинолентах, и они действуют и по сей день, потому что проблема-то не исчезла. очень долго люди были уверены, что человек является человеком по рождению. Сам факт рождения человека, да, говорил о том, что он человек. Но в 20 век ученые дают однозначный ответ – человек человеком по рождению не является. Если человек по рождению является животным, и если он не попадет в человеческое сообщество, он вырастет животным, и человеком не станет уже никогда. Это вам мало ли интересно. И в данном случае встает справедливый вопрос – а что такое человек? Если человек – это философская категория, если человек – это определенный набор мировоззренческих, этических принципов, то где та грань, когда они будут преодолены, и мы будем иметь дело в том, что в звери, в котором раньше был человек, находится уже не человек, а не что такое. Может быть, больше, чем человек, или меньше, чем человек. Вопрос весьма спорный. Откуда смотреть? И насколько он угрожает тому, что мы считаем человеческим? В 99% случаев этих фильмов ответ дается – это чувство. Ответ, на самом деле, достаточно спорный. И, тем не менее, это именно так. На самом деле, опять же, ученые 20-го века, в том числе знаменитый психолог, один из основателей артотипической психологии, Виллинг и Крейг, отвечают на этот вопрос, в общем-то, плачевно. Большая часть людей не способна ничего чувствовать. И вернуть им эту способность нельзя никак. В его терминологии они называются психопатами. Не путать с тем, что пропан на лексике этим словом называют. Обычно психопатом называют человека, ведущего себя в приступе истерии. Как раз психопат по Гюгенбург-Крейгу – человек, который лишь внешне имитирует эмоции, потому что он вырос в обществе, где все их испытывают. Но он это не испытывает. И, как показывают его исследования, очень многие крупные руководители дирмы или политики, как раз оказываются психопатами. Потому что они не имеют чувств, зато стремятся к тому, что является престижным в этом обществе. Естественно, если эти открытия верифицировать, а понятно, что ни одна сторона на это не пойдет, нужно будет переписывать все законодательства. То есть они уже не работают. Мы не понимаем, с чем мы имеем дело, и что такое человек. Не являются ли одновременно с нами живущие совсем другой людьми? В полном смысле этого слова. Если мы называем человеком именно феруссовскую категорию человека, а больше ничем человек не может являться. В таком случае, конечно же, во второй половине 20-го века такие киноленты пугали. Не тем, что нам что-то страшное показывают. В этом кино страшного вообще ничего не показывают. То есть они никакие не страшные, такие же, как люди. Зверствами никакими не занимаются. А если не занимаются, то нам это не показывается. Тем не менее, в этом фильме есть совершенно ужасающая картина, это почти финал его, когда герой, спасающийся от погони за ним целого кучи, целого легиона двойников, скрывается в пещере со своей девушкой, и в один прекрасный момент она на одно мгновение засыпает. Он целует, и в этот момент он в ее глазах видит, что это не она. И когда он хотя бы на ней отдаляется от нее, а начинает кричать «он здесь». Вот что ужасает нас. Мы не можем быть уверены ни в ком, даже в себе. Завтра этот человек может быть совершенно другой. Что бы нам ни казалось, что это невозможно. Мы привыкаем к тому, что если ручка все время падала, я ее поднимаю, и она все время падает. У меня есть уверенность в том, что когда я ее в следующий раз отпущу, она тоже упадет. Но что произойдет, если она не будет? Вот он этот этап жутко. Если в случае с ручкой ученые вам скажут, не скажут, что это невозможно, они скажут, что это маловероятно. То есть вероятность этого настолько мала, что продолжительность жизни Вселенной не позволяет этому состояться. Если бы она была бесконечной, то вероятность такого рецидента была бы более осуществлена. Но в случае с человеком все не так. И это более чем вероятно. И таких примеров миллион. В своей классической работе «Происхождение сознания» Эрих Нойман, ученик Карла Густава Юнга, библийский психолог. Один из первых, кто подал документы на гражданство только что образованного тогда государства Израиль. Так вот, в своей работе он писал о том, что изначально наше «Я», наше сознание появлялось постепенно. Он выходил из вот той сознания, потом погружался в них. И у примордиальных народов можно встретить некие рудименты вот этого как бы еще не сформированного с нашей европейской, современной точки зрения сознания. Когда люди действительно боятся спать, потому что проснувшись, они могут оказаться другими. Потому что в полном смысле слова, когда мы засыпаем, наше «Я» перестает существовать. И на следующий день оно возрождается заново. Но всем известны концепции, которые говорят о том, что все то, что вы не помните о себе, помнят другие ваши «Я». Их очень много. Тех эго-структур, которые претендуют на господствующую позицию. У нас таких ксердоэго-комплексов очень много. И речь идет не о каком-то едином двойнике, враге, с которым мы сражаемся, а о том, что их там просто колоссальное количество. Когда люди начали серьезно заниматься феноменом исследования демонологии, что это такое, естественно, с точки зрения строгой науки, они пришли к выводу, что все эти демоны, которых эти люди видели на феноменальном уровне, конечно, существуют. Они не существуют, а субстанционально могут быть. То есть они лишены представленности тем, что мы называем реальным миром. Но реальным миром эти люди видят. И чем это является? Это является этими не сформированными, не могущими захватить господствующую позицию в Иерархии эго-структурами, которые на самом деле могут нас заменить. И, в общем-то, мы знаем массу примеров, когда множественные личности, это когда ни одна из них не может удержать позицию Я. Они сменяют друг друга, да, и действительно человек превращается в то, что в Евангелии названо именами религиона. Над темой среднепрестательная кинолента, последняя кинолента у Карпентера Олота. Если кто-то смотрел, вот как раз такое тоже своего рода двойничество, ибо все представленные там фигуры являются двойниками, главное, персонажами. И что это значит? А это значит то, что у нас нет никакой гарантии, что проснувшись на следующий день, мы не проснёмся этим другим. Ситуация меняется. Почему наше Я стало способным контейнировать происходящие ситуации? Почему оно способно стало отгораживаться от остальных этих комплексов? И ситуация может поменяться радикально, когда я окажется поврежденой, а одна из этих альтернативных структур просто выйдет на первое место. И всё. И человек реально станет другим. Мы знаем массу примеров, когда случаи реальной антиадромии, когда человек изначально всю жизнь стоит на одной позиции невозренческой, но с какого-то момента занимает прямо противоположный вопрос. Ну, значит, это иной уже человек. Можем ли мы сказать, что это тот же человек, который поменялся, или это правда другой человек? И не является ли с другой позиции взглянуть, как раз наоборот, человек, который точно следует мировоззрению этого человека до смены его позиции, что он как раз является им же, а этот, который отказался от своего мировоззрения, уже другим? Оказывается, что то, что мы называем нашей субъектностью, то, что мы называем нашим я, хотя бы не одно и то же, во-первых, может распределяться между разными людьми, а может смещаться внутри нас самих. Вот тот страх, который обыгрывает все эти фильмы ужасов, основанный на второй позиции двойника, когда речь идёт о внешнем, казалось бы, том же, том же самом, но человеке, который наделён уже совершенно иными целями, целями и задачами. То есть это страх утратить своё я, утратить своё самоопределение. В общем-то, зачастую этот страх элементарно перед тем, что человек даже не ощущает, что он у него вообще есть, что у него есть точка отсчёта. А если у него нет точки отсчёта, значит, что он ежесекундно является другим. Вообще себя не преодолежит. Так что эти фильмы действуют, и они работают не потому, что там что-то страшно, они работают потому, что им удаётся их стереализировать. У нас не страх, это не тот страх, который происходит в Буэзекте. В Буэзекте происходит банальный животный страх, естественно. Это триора, который этим фильмом или книгам, вроде Алландхантовских, Мэйченовских, им удаётся вытянуть на поверхность из нас. И мы её просто замечаем. А если замечаем, значит, можно работать. Здесь можно сказать и нечто другое. Не обязательно всегда страх перед чем-то плохим. Человек, наоборот, будучи косвенным, может бояться ее заменений. И здесь можно было бы встать на позицию как раз этих захватчиков из космоса, помню. Мы не знаем, хуже будет этот мир или лучше. И никогда этого не узнаем. Мы можем встать либо на одну позицию, либо на другую. Взгляда срединного, оценивающего, взвешивающего и определяющего истину здесь не можем. Можем взглянуть либо с одной линией. Третьего не дано. Это невозможно. И на самом деле подобное отыграно не только в фильмах ужасов. Я бы так сказал, что очень действенные драмы тоже часто пользуются этим же самым эффектом. Я приведу в качестве примера всего два фильма. Оба очень известные. Это культовые в авторском кино киноленты. Одна кинолента – лауреант золотой пальмы в Венеции в Каннах. Другая – золотого льва в Венеции. Ну, начнем по обратному порядку. Это ближайший лауреант. Это тень воина. Какие-то красавые. На самом деле перевод некорректный. Правильный перевод – воин-тень. Т.е. буквально двойник. Тогда будет понятнее, о чем идет речь. Тень от воина никак не отделялась и не об этом кино. Абсолютно реалистическое кино более основано историческим фактором. Правда, не нарратив, а сама ситуация, которая разворачивается там. Т.е. антуражем для драмы являются исторические события. Более-менее конкретно представлены. В чем суть этой киноленты? Она показывает то, что человека как такового не существует. Был пойман воришк, которого приговорили к смертной казни, но неожиданно выясняется, что он очень похож на главу одного из родов. Почему? В нашем понимании монах, да, Павлович? Или князька, неосторожно. И его сохраняют на прозапасе. Потому что приучают его носить одежду такую же, как владыка, к манерам, как у владыки. Оказывается, что он безумно на него похож. Его путают даже близкие и принадлеженные. И когда владыку в одной из битв убивают, там снайперами, противники, выходит на передний план как раз этот воришка. Его пытаются им пользоваться, как будто бы владыка жив. И суть этого фильма в том, что заняв место, получив имя, и самое главное, получив на себя взгляды, юрифицирующие его как владык. Он действительно становится им. И несмотря на то, что его все-таки разоблачили, его выгнали, он стал не нужен, он в последнюю битву, этот воришка, которому не было никакого дела до этих междуусловных войн, идет как глава этого рода. Он идет, чтобы погибнуть, потому что он полностью растворяется в этой фигуре, в той роли, которую он играл. Это показывает то, что человека не существует вообще. Есть место, контекст, есть имя, и есть те взгляды, или как психология называется, проекции, которые обращены на нас, которые и лепят нас самих. Мы буквально вынуждены отыгрывать эту проекцию как таковую. Например, когда педагогу задают вопрос, мыслится, что он должен во что бы то ни стало дать на него ответ, если даже он этого не знает. Так делают 99% педагогов. Иногда лопишь себя самого на том, что ты отреагируешь таким образом. То есть ты начинаешь играть роль того, что Лакан называл субъект предположительно знающий. Это совершенно не обязательно. Если на тебя не направлена такая проекция, ты отреагируешь не так. Но если она направлена таким образом, то ты отыгрываешь не свою роль. Вот в чем дело. И в этом фильме это решено просто блистать. Но есть еще более ранняя кинолента, возможно, еще более радикально демонстрирующая то же самое, и это знаменитый фильм о расселении генерал Доллоро. Здесь мы имеем дело вообще с подлецом абсолютно. То есть если тот воришка, ну в общем-то он их мог воровать просто потому, что ему есть подлец. То есть здесь речь идет о подлеце, который берет деньги у людей в обмен на то, что он улучшит ситуацию пленников, которые попали в лапу нацистов. Сам дик он просто с них деньги воровать. У него даже в мыслях не на кого там влиять. Но попав к нацистам сам, ему находят роль. Он оказался похож на убитого лидера сопротивления, его хотят поместить в лагерь вместе с сопротивленцами, чтобы через него выявить сеть. Кто действительно просто попался туда военнопленный, а кто действительно представляет собой сеть сопротивление. Его в качестве подсадной утки используют, у него в общем-то нет выбора, его иначе убьют. И с ним происходят те же самые радикальные межноморкозы. Он реально становится по сути лидером этого сопротивления. И судя по нарративу киноленты, значительно более честным и последовательным, чем вывод этот самый договорок. И кончается все примерно таким же образом. То есть, когда сопротивленцев расстреливают, и вот как раз отводят, его освобождают, он свою роль выполнил, он в общем-то нацистам даром не нужен. Но он становится на свое место, он умирает, когда в народе призывают остальных бороться за освобождение нацистских героев. С человеком происходит радикальнейшая метаморкоза из-за имени, из-за тех взглядов, которые направлены на него, которые и делают его тем, что он есть. Если бы в случае с Долларовера, это кинолента, я бы так сказал, призывающая к некому пафосному свершению, то в случае с Тенью Война или Войном Тенью, тень страшный, он показывающий по сути того, что на субъектном уровне мы полностью зависимы от внешних обстоятельств. К ним мы должны отнести и взгляд, направленный на нас. Так, будет одна из тюбы ужасного, которую мы рассмотрим в следующий раз, дурной взгляд. Дурной взгляд, в смысле любого взгляда, он не может быть. Ну, в общем-то, у нас время наше подошло к концу, соответственно, в следующий раз мы рассмотрим две остальные категории двойника, включая фигуру оборотня. У нас перед нами ещё фигура дурного взгляда и фигура зомби, философского и кинематографического. И оставшаяся последняя лекция будет по мутации жанра форрора в течение 20-го века. Есть вопросы на сегодняшний раз? До следующего. До следующего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok